Вы знаете, я уже прогнул свое дело, я считаю, что Иран обязательно ответит на обстрел своего депредставительства, ну тут тоже там, как обычно, не поймешь, где концы какие, но тем не менее, конечно, это скорее всего Израиль обстрелял, естественно, в Сирии иранское представительство, это очевидно. Другой вопрос, что они не могут продемонстрировать соразмерный ответ на удар, Иран должен продемонстрировать нечто большее, потому что, как я уже говорил, в настоящий момент Иран не испугается угроз со стороны Соединенных Штатов и даже там каких-то отдельных передислокаций сил-средств, которые США предприняли, дабы либо ответить, либо предупредить подобную роду атаку со стороны Ирана. Ну и, соответственно, я думаю, что это происходит потому, что изменилась ситуация коренным образом. Вот 7 октября это было немыслимо. Иран, я хочу подчеркнуть, в лице Али Химны и ряда официальных лиц из Тегерана, они четко, ясно говорили, что поддерживают Хамас, но вовлекаться непосредственно в войну в секторе Газа на Ближнем Востоке не будут. Это было ясно, артикулировано, там были заявления. А сейчас, смотрите, они с легкостью готовы взять на себя такую задачу, потому что они уже не боятся неответных действий. А, возможно, есть и вот этот фактор номер два, как я уже тут объяснял, что, скорее всего, Иран прекратил быть пороговой страной. Иран в настоящий момент обладает, по-видимому, ядерным оружием. Никто не знает толком. Об этом говорят источники, кто-то пишет, еще недавно писали, что вот-вот с недели на неделю Иран станет обладать им. Возможно, эта эскалация нужна Ирану для того, чтобы объявить о том, что он с этого момента ядерная страна. Я этого тоже не исключаю. И показать, что есть это ядерное оружие. Как они это продемонстрируют, это открытый вопрос, мы не знаем. Вряд ли дойдет до применения в отношении Израиля, хотя, опять же, я не поручусь. Кто поручится, ну, пожалуйста. Но в ходе этого конфликта продемонстрируют, что вы нам на наш удар сейчас не ответите, потому что у нас есть ядерное оружие. Хотя понятно, что Израиль и Соединенные Штаты это ядерные страны. Ну, Израиль открыто не признает этого, но все знают, что у Израиля достаточно количество боеголовок. Ну, я просто думаю, что Ирану это необходимо для перехвата лидерства в регионе, поскольку оно оспаривалось. Но есть традиционные противоречия. Ну, мы Иран, то есть Израиль и США не берем, это понятно. Но там есть и противоречия чисто с суннитами. Несмотря на мирный договор при посредничестве Китая, который заключен между Саудовской Аравией и Тегераном, там никто не поручится, что демонстрация такой силы не приведет к изменению баланса сил во всем регионе Ближнего Востока и части Южной Азии. Там есть мусульманский ареал. К этому, безусловно, Иран стремится. И он понимает, это третий фактор, что у него есть союзники. Главный сегодня военный союзник Ирана – это Россия. Мы можем к ним отнести и Хамас, и Северную Корею, и Хазбалуба, это, понятно, сателлиты Ирана. Прежде всего, Хазбалаш и Группировка в Ливане. Но, если ты не один, если вы можете, балансируя, осуществлять эти удары и атаки от Восточной Европы до Ближнего Востока, ну, не говоря уже о возможности разгорания каких-то конфликтов в Юго-Восточной Азии и в других местах, ну, если мы говорим о Тайване, то, конечно, у тебя гораздо больше возможностей. Ты не одиночка. Ты в твоем изгойстве не один. Теперь таких стран существенно больше. И Китай, который заинтересован, кстати, в эскалации, за много чем, что происходит в Иране, стоит Китай. Вот это тоже не надо недооценить. Об этом по этому поводу масса было докладов Пентагона, всяких американских финтенков и так далее. О том, что слишком тесные связи Ирана и Пекина. Это касается и поставок нефти, и вообще рынка сырья, и вопросов геополитического влияния в этой части, в этом регионе и так далее. То есть, безусловно, Китай заинтересован в эскалации. Это уже, если начнется более масштабная война на Ближнем Востоке, он решит свою проблему с Тайванем. Понимаете? По шуму к этому можно сделать. Ну, логика такая. Во всяком случае, если мы себя поставили на место Китая, то, наверное, из этого бы исходили. Наверное. Мы не они, но, тем не менее. То есть, любая политическая логика подсказывает, что если бушует война в Украине, причем, ну, складывается так, как складывается. Мы это каждый день обсуждаем, да? А если начинается еще более масштабный конфликт, потому что, ну, Хамас и Иран – это не одно и то же. Хамас гораздо более скромная вещь, да? Ну, скромная по возможности своими, нежели в сравнении с Ираном, субъекты этого войны. То, конечно, для Китая это комфортно. Везде полыхает. Ну, значит, можно очень много своих вопросов решить. Понимаете? Поэтому очень много интересантов того, чтобы этот удар произошел, и чтобы на него последовал какой-то ответ. И дальше игра свободных сил. Посмотрим, чем это кончится. Я бы сказала так, что как будто бы сейчас эту слабость Америки ощущают многие, потому что вы вспоминаете про Китай. Там действительно очень долго идет дискуссия и дипломатическая работа с китайской стороной. Но там история в том, чтобы они не сотрудничали с Россией, не усиливали Российскую Федерацию и журналисты-расследователи, и западная пресса. Выходит и говорит, знаете, так много они отправили, да, пускай не в буквальном смысле военных товаров, но это все компоненты, которые в любом случае потом используются. То есть все равно обходят санкции и ограничения. Ясно, что сейчас точно так же США коммуницировали с Китаем для того, чтобы Китай, условно говоря, как-то повлиял на Иран. Ясно, что они не имеют полного контроля над Ираном, абсолютно самостоятельная страна, но тем не менее навести мосты. Ну и Китай, наверное, по-своему сделал вид, что принял в этом участие. Вот эта слабость, которая сейчас, или хаос, которая также называет его, то, что происходит сейчас в Вашингтоне, в Белом доме, в принципе, в политических кругах. А возможно ли это как-то остановить? Возможно ли снова сделать так, чтобы еще до наступления выборов Америку боялись, уважали? Ну вот как они там раньше, да? Мы как ответим? И все такие, ну ладно, наверное, последствия будут намного страшнее. Ну, во-первых, нужно прекратить турбулентность, которая связана с выборами. Причем такими выборами. Вы знаете, необязательно американские выборы настолько зачастую влияли на дестабилизацию обстановки в мире в целом. И роли США в качестве, ну, такого главной страны, такого жандарма, арбитра, который усмирял конфликт. Где хорошо, где плохо. Знаете, США тоже не очень хорошо справлялись. Но получается отсутствие такой силы ведет к всеобщему хаосу. Потому что, так сказать, война разрастается. Просто и географически, и в горизонтали, и в шире, и в глубину, куда хотите. Конфликтов количественно становится больше, они становятся более ожесточенными и так далее. То есть большие войны начинают бушевать. И в этом смысле пока выборы не завершатся раз. И такие выборы, я подчеркиваю, такие выборы, где, знаете, принято было считать, вот двухпартийная американская система, она такая взаимозаменяемая. Что республиканты, что демократы, ну, нюансировка есть в области внешней политики, внутренней какие-то элементы. Но так-то, в принципе, система стабильна. Мы впервые сталкивались, ну, по существу, когда действительно воюют две полярные доктрины. Вот. Но она эксцентричная доктрина Трампа более. Она там сочетает разные элементы, изоляционистские какие-то, вот эта мага пресловутая, еще что-то. У демократов более стабильный такой глобалистский подход, но тоже с балансом между крайне левыми и очень умеренными, которых, собственно, Байден, кстати, и представляет. Их считают правыми демократами. Но, тем не менее. Так вот, тем не менее, доктринально сражаются позиции, которые меняют политику кардинально. Ну, как минимум внешне, да и частично внутренне. В отношении миграции, в отношении помощи союзников в Европе, обеспечения международной безопасности, конфликт в Украине, вообще диаметрально противоположные позиции могут быть. Это, конечно, создает угрозу дестабилизации в гораздо значительном масштабе. Выборы не сами даже по себе, а вот это доктринальное столкновение между Трампом и все, что за ним стоит, и все, что мы под этим понимаем, и Байден, и то, что мы понимаем под им, и его демократической администрацией. Но здесь ведь что имеет значение? Мир сам вошел в пазу нестабильности как таковой. Возможно, это было неизбежно. Почему? Потому что мир вступил в пазу неразрешимых противоречий. Такое было в начале 20 века, когда из ничего казалось бы возникла Первая мировая война. Казалось, что мир, наоборот, договаривается. Значит, империи соглашаются, вступают в договоры, решают все вопросы миром. Вот. И зачем воевать? Это такой спинтерианский мир, как часто я о нем говорю, где международное разделение труда позволяет, ну, там, одни производят гайки, другие болты. Зачем вам воевать? Оказалось, нет, это вообще роли не играет. И там опять эти проливы, колонии. Весь тот набор. Сейчас это по-другому выражено. Но сейчас есть и некая цивилизационная составляющая, очень важная. Потому что на оспаривании роли западного мира и в лице Соединенных Штатов и всего западного ареала претендует Китай. Это совершенно иную цивилизационная среда. Это синская цивилизация. Она демонстрирует совершенно иную модель управления, иную модель роли управления миром, если хотите. Потому что Китай формально не является экспансионистским в военном смысле государством. Он вообще не являлся. А расширяет свою экспансию исключительно экономически. Инвестиционно и так далее, и так далее. За счет гигантского ресурса. И человеческого, и финансового, и так далее. Который прирастает просто скачкообразно. И во что это конвертируется? Это конвертируется в политические претензии на лидерство. Сначала региональное, потом панрегиональное, а потом и международное, мировое. Китай сам о себе говорит, что мы наряду с США являемся страной, определяющим другой полюс развития. Мы два полюса этого развития. Ну и худо-бедно возникает ощущение, что действительно Китай может стать некой моделью для иных стран, которые отличны от западных по развитию, по характеру экономики, управления и так далее. Там ведь это все упирается в азиатский способ производства, который мало кто понимает, как он реализуется в условиях такого квазикапитализма. Но это имеет значение. Но не отвлекаясь на эти вещи, я хочу сказать, что мир действительно вступил из идеологической противостояния капитализма социализмом, каким он был в период Холодной войны и 70-летия советской власти. И, соответственно, распространение ее и экспансии советской за пределы Советского Союза. Вместе с идеологией со всем набором. Мир вступил в цивилизационное противоречие, которое по существу, как мы понимаем, неразрешимое, как выяснилось. Фукуям, когда написал свою книгу в конце 80-х, начале 90-х, «Конец истории или последний человек», оказывается, так сказать, предвосхитил своим заключением о конце истории, о том, что история возобновится путем вот именно этих всполоков. Он считал, что с победой либерального мира все кончено. Ну, если кто не читал книгу, хотя это очень известное произведение, противоречия ушли в никуда, коммунизм пал, и теперь миру открыта дорога к министральному пути развития прогресса. И выяснилось, что ничего подобного. Человек вообще по-другому устроен, он вообще к прогрессу по-настоящему не стремится. Во всяком случае, далеко не вся часть мира. Плюс вы должны вот еще одну вещь понять. Вы знаете, доминирование вот этого золотого миллиарда, оно было, когда на Земле было 4 миллиарда, ну, 5 миллиардов. А сейчас на Земле это уже скоро 8. 8, по-моему, поправьте меня. Вы понимаете, что этот миллиард золотой, весь этот западный миллиард не может управлять всем этим оставшимся семью миллиардами. Никак. Поэтому возникают новые центры влияния силы геополитического роли особой в региональном и панрегиональном смысле. И Индия, и Китай, и так далее. И у Америки вместе с ее союзниками, вместе со всем западным ареалом нет этих сил для управления этим миром. Понимаете? Они отстают, они проигрывают в очень многих отношениях. И вот сейчас эти страны, глобально в юго их как называют, кидают этот вызов. Вот его надо увидеть. И Москва, надо отдать им должное, надо отдать им должное, уловила эти тенденции, уловила эти ритмы. Они из просто нарушителя конвенции, знаете, как Паниковский, который там Гуся и дети лейтенанта Шмидта, брось Гуся, вот, они вдруг почувствуют, что они не одни. И из войны как бы типа региональной, в Восточной Европе, напав на Украину, оккупировав ее территорию, они решили конвертировать это в большой глобальный конфликт, у которого, конечно, все вопросы свои решат. И с Украиной, и с другими там странами, приграничными, на что они нацелились и так далее. Поэтому в конфликте заинтересованы как раз вот эти кидающие вызов антиподы западного мира. И поэтому я верю в том, что действительно они на это пойдут, они обязательно на это пойдут. Я бы сказала так, знаете, как из Украины всегда кажется, что весь мир, он американоцентричный. Ну, нам хочется с ними дружить, мы на них во многом возлагали свои надежды. Это наш самый большой партнер, который дает нам возможность не проиграть. А в мире ведь действительно так много точек притяжения, и с этим нужно считаться и не забывать. Но пока, возвращаясь к Америке, здесь Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал о том, что если Путин захватит Киев, не всегда говоришь, я хочу понять, что такое Киев. Киев – Украина, Киев – только город. В общем, без уточнений. Но это будет катастрофа более, большая, чем поражение США во Вьетнаме. Я бы сказала так, что тут интересные факты и история, что кто бы ни стал следующим президентом, если даже это будет Трамп, то Трампу, скорее всего, не удастся сказать, ну так это же не моя проблема, потому что Трамп хотел вывод войск из Афганистана, Джо Байден это сделал, ну и, естественно, приблизительно там 70 на 30 разделили все ответственно. 70 все-таки досталось Джо Байдену. Соответственно, что бы ни происходило с этой войной, следующий президент, в том числе, на себя возьмет большой удар. Действительно ли справедливо, Марк, говорить о том, что если мы рассматриваем, не дай бог, самые худшие из сценариев, то это могло бы стать катастрофой для Америки? Потому что я еще раз повторю, что нам очень часто говорят, что Америка абсолютно спокойно когда-нибудь сможет сказать, ну смотрите, у вас же не все территории оккупированы, у вас же есть свободные, которые контролируются украинской властью. Это и есть победа, это то, чего мы хотели. Это вы придумали про границы 91-го года, а мы имели в виду сохранить независимость и суверенитет на каких-то конкретных территориях. Какая-то тезис уже звучит на выборах. Со стороны действующей администрации, ну, Трамп-то он вообще амбивалентен к этому всему, а администрации Байдена, Байден, чтобы переизбраться, кстати, он улучшил свою ситуацию, судя по последним летам. На один процент. Ну, понятно, что это все колебания такие несущественные, до выборов еще много времени, но тем не менее, так им понятно, чего они хотят. Они хотят на выборах максимально капитализировать все, что за четыре года было достигнуто или не достигнуто, но представить это как достижение. И, конечно, в бушующей войне, бушующую войну в Украине не продашь как достижение американской администрации, конкретно Байдена. Ты не продашь этого избирателя, потому что это как бы несет издержки дополнительные финансовые расходы, на военная помощь. И, глядишь, даже и риск тянуться в эту войну непосредственно. От этого, так сказать, никто не в восторге. Сами по себе. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что они это делают, они об этом говорят. То, что... В чем Джонасон прав? Потому что падение Киева, это даже не Вьетнам. Вьетнам – это, ну, все-таки периферийная такая история в Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что, конечно, это очень сильно сыграло роль в продвижении коммунизма в Юго-Восточной Азии. Безусловно, конечно. Но, тем не менее, это по масштабу гораздо более катастрофичная история. Потому что, понимаете, Киев – это европейская столица. Это, получается, западная, запад, Европа, европейские начала вот этого, да, в связи с интегрированностью Украины, ну, пусть пока такой неофициальный, умозрительный, запад, это запад проиграл восточному варвару, понимаете? То есть, варвары опять взяли Рим. Ну, я цветистым выражаюсь. Это означает, что что же получается, что если можно взять Киев, так можно взять и Кишинёв. А что такое Кишинёв в сравнении с Киевом? А можно взять и Варшаву, а можно взять и Вильнюс, а можно взять и Ригу. А почему нельзя? Вот непонимание вот этой пролонгации, оно и ведёт к тому, что Западная Европа, Европа как таковая, она, эти угрозы, от них хочет, знаете, накрыться одеялом, и ничего нет. Ну, всё, ничего нет. Тут хорошо, Германия, так себе, другие страны. Ну, или там откупиться. А давайте мы что-нибудь дадим, чтобы нас больше не терепали, у нас тут свои проблемы, не теребите, мы тут занимаемся своим. Это чрезвычайно опасное политическое поведение. Оно ведёт к гораздо более худшим, худшим последствиям, потому что никто нигде не остановится. Москва, достигнув этого результата, а у неё появятся и союзники, и попутчики, и интересанты внутри Европы, чтобы продолжить это всё. Чтобы это длилось и длилось, потому что от этого наживается кто-то, от этого определённо. Кто-то выигрывает, нужно Украину разорвать, так сказать, что-то достанется Мадьярам, что-то достанется, извините, Польша и так далее. Ну, по этой логике. Я понимаю, что не стоит так примитивизировать, но Москва же на это рассчитывает, она на эту педаль жмёт. Слушайте, вы все отхватите по чуть-чуть вместе с нами, садитесь с нами за этот стол. Конечно, они никому ничего не дадут, и эти сами, так сказать, станут едой для Москвы, но это другой вопрос. Покупать в моменте можно кого угодно, за что угодно. Вот это понимание есть у некоторых отдельных политиков, но печально, что Джонсон не является действующим премьером-министром Великобритании, как равны и многие другие. Такие же политики решительно настроены. Но понимание это и публичное озвучивание, этих угроз. А это уже немало. Но то, что говорится о том, что остановитесь на том, что можно зафиксировать. А что зафиксировать? Вы говорите, они, американцы, с удовольствием, ну, я не веду Вестер Бешмэн, на выборах, американская администрация Байдена, учитывая, что, как я выше сказал, хочет продавать успех, пусть и относительный, с захоронением суверенитета Украины за два с лишним года войны. А, простите меня, а где финальная точка? Вы говорите о том, что 80%, ну, там, чуть меньше, территория Украины контролируется официально Киевом и сохраняет этот самый суверенитет. Будьте, типа, довольны. А вы, как себе представляете, будет вести себя Москва? Москва-то этим удовлетворится, что ли? То есть вам в моменте выборов это выгодно продавать, а после выборов хоть трава не расти. Это так надо понимать? Или они там перемигивают, заговорят, слушай, Зеленский, дотяни до ноября, а в ноябре, если мы выиграем, мы тебе вообще ядерную бомбу дадим. Это другой разговор. Ну, я утрирую, естественно. Я просто через это огрубление пытаюсь, чтобы моя мысль была понятной. Если есть такой план, то для него оснований не так уж и много, потому что, во-первых, может выиграть Трамп. Если у вас запасной план на случай победы Трампа. Запасной план знаете, в чем выражается, Олег? Это в том, чтобы дать все вооружения сейчас. Ну, и атомную бомбу сейчас дать. Ну, да, Белый дом, справедливости радио. Но они сказали про то, что нету плана Б сейчас вместо финансовой поддержки, соответственно, плана Б нету и на Трампа. Никакого плана нет. А какой план Б? В чем он состоит? Я повторяю, план Б может быть только один. Давайте мы как можно больше сейчас дадим оружие Украине. И вот на 75-м юбилейном саммите НАТО примем ее. И если мы даже проиграем, и Трамп придет в Белый дом, то ввиду проделанных нами действий, он не сможет изменить эту парадигму. Но тогда ты рискуешь, вроде как, по их представлениям, тем, что, значит, можешь на выборах потерять какие-то очки. И ядерным ударом, согласно логике Джека Салливана, слишком много дать Украине, значит, разозлить Россию. Точно. Но они на разные лады это повторяют. Нас тут кто-то опровергает, говорят, что он где-то публично заявлял, где-то не заявлял. А какая разница, если они так думают, так себя ведут? Они не хотят злить Москву. В разных видах, в разных гражданах они об этом говорят. Слушайте, он приезжает в Киев и говорит, это Салливан, о том, что не надо бомбить, значит, НПЗ. А если бомбить, то что? Что будет тогда? Уже разозлить Москву, она ядерную бомбу кинет? Ну, тоже непонятно. Поэтому они всего боятся, они всего пытаются избежать. Вот мы критикуем Запад, понимаете как, не за какие-то институциональные установки. Нас все устраивало, пока все было нормально. Мы критикуем за конкретные действия. Вот это важно понять. Конкретно то, чего нет, и то, чего нет, ведет к совершенно неисправимым последствиям. Мы за это и критикуем, и мы об этом говорим. И те, кто нас слышат, они должны учитывать, что эти обстоятельства фатальны. Фатальны. Ну, вот, если не дать Украине самолеты, не дать, значит, ракеты не дать, то, 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 то. Ну, так, а какого результата приискивать? Мы, говорит, отстоим суверенитета 80% территории. Не отстоите вы эти 80%. Не будет этого. Поэтому в этой ситуации сейчас есть только один выход. Это наличие плана Б, наличие плана А и обязательного плана С. Который и тот, и другой третий предполагает передачу как можно больше количества вооружения, если никто не хочет, чтобы ситуация пошла по критическому сценарию. Поражение. Субтитры создавал DimaTorzok